Необычный конкурс провели в Казлардинском ауле Абай. Здесь выбирали лучший ансамбль бабушек. Это звание отстаивали творческие коллективы из всех пригородных сел. Наряду с музыкальными данными и артистичностью дамы преклонного возраста продемонстрировали блестящие знания национальной истории, казахских обычаев и традиций. Рассказывает Райхан Тажбаева. Несмотря на преклонный возраст, для участниц конкурса каждый выход на сцену всегда волнительный. Сегодня не исключение. Звание лучшего отстаивали 9 вокальных групп, а это почти 100 бабушек. Претендует на победу и ансамбль Саули Май. В коллективе нет ни одного зрячего вокалиста. Однако недуг, говорят солистки, не мешает им заниматься любимым делом. С 60-х годов выступаем с концертами. Глаза не видят, но душа поет. И возраст не помеха. Пусть на нас равняются молодые. В жизни надо всегда находить что-то положительное, даже в негативе. Наряду с исполнением казахских народных песен, участники конкурса подготовили небольшие театрализованные постановки, в которых отображены национальные традиции и обычаи. Еще один важный этап – знание основных направлений нынешнего послания главы государства. И здесь бабушки оказались на высоте. Мы смогли сохранить свои главные ценности – единство, мир и согласие. Через века пронесли наши национальные традиции и обычаи. В своем послании президент страны озвучил идею создания манглигель. Это наше будущее, поэтому мы должны строить его вместе. Аул всегда считался золотой колыбелью казахов. Но а бабушки – хранительницами уюта и очага. Кому, как не им, бережно хранить национальные традиции и передавать их потомкам. Райхан Тажибаева, Ханат Инсибаев, Руслан Экмамбетов, Казардинская область.